В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Для комфорта пациентов в поликлинике номер два завершился ремонт. Осенняя копель в квартире, очередное обращение в городской дозор. Кубок сильнейших 2022. Пловцы Икара вернулись с областных соревнований. Далее расскажем обо всем подробно. Призыву подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеют востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Критерии, по которым проводится частичная мобилизация, сформулированы, заявил Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание, такое слаживание, обучение людей, требование, которое должно выполняться неукоснительно. Вместе с тем, в ходе мобилизационных мероприятий, вот граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качество снабжения бытовых условий и других вопросах. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. И нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь. В каждом случае необходимо разбираться отдельно, подчеркнул президент. Между тем, в регионах начали открывать центры содействия для ошибочно мобилизованных. Появился такой и в Нижегородской области. Если ваши права были нарушены и вы призваны в нарушении указа президента о частичной мобилизации, вы можете обратиться по адресу город Нижний Новгород, улица Почаинская, 17Б. Или по телефону 8 831 218 10 82. Горавтотранс отменил несколько автобусных рейсов. Связано это с окончанием дачного сезона. В рабочие дни не будет рейса с отправлением в 20.45 по маршруту номер 5С. И рейса с отправлением в 20.55 по маршруту номер 19С. В выходные отменены по одному вечернему рейсу автобусов 5С и 19. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Председатель правкоморфия Цунев Иван Никитин достоин медали за заслуги в освоении атомной энергии. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Награду вручал первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко. На лицевой стороне медали изображение стилизованного символического знака атома, расположенного над изображениями атомного ледокола, атомной подводной лодки и атомной электростанции. Награда была учреждена в 2015 году. Считаю эту высокую награду оценкой деятельности многотысячной профсоюзной организации нашего ядерного центра, отметил Иван Никитин. Четыре брошенных и разакомплектованных автомобиля могут отправиться на свалку. Машины стоят на улице Московской, 30, Силкина, 2, Академик Харитон, 25 и Бессарабинка, 4, 1. Департамент городского хозяйства рекомендует владельцам убрать свое имущество до 18 октября, иначе машину сначала эвакуируют, а затем утилизируют. Подробности можно получить по телефону 97729 или 99039. На перекрестке улицы Московской и Курчатова идет ремонт и устройство искусственных неровностей. По первому лежачему полицейскому большая часть работы выполнена. Департамент приступил к укладке второго напротив КБУ на Курчатова. С учетом погодных условий работы могут временно приостанавливать. На этом перекрестке будут не классические лежачие полицейские, а приподнятые пешеходные переходы. Ремонт входной группы конференц-зала поликлиники номер 2 – первая часть одного из ПСР-проектов, которые реализует РУСАТОМ и ФМБА России в городах присутствия госкорпорации. Саров попал в пятерку пилотных городов, где началось совершенствование качества оказания доступности медицинской помощи. Работы стартовали весной, и уже 30 сентября прошла торжественная церемония открытия обновленного здания. Еще весной этого года нам казалось нереальным, что в сентябре мы сможем открыть реконструированные, реорганизованные входные зоны. И вот у нас все получилось, и сегодня мы в срок открываем поликлинику. И произошло это благодаря слаженной работе, работе целой команды. ПСР-проект, который мы с вами завершили вместе с сотрудниками Российского федерального ядерного центра, он завершен. И это будет способствовать тому, что наши сотрудники с большим удовольствием, с большим удобством будут ходить в поликлинику. Не только лечиться, но может быть даже, так сказать, для таких вещей, как профилактика. У нас профилактика есть и онкозаболевания, у нас есть профилактика артериальной гипотензии. У нас есть целая программа, связанная с ДМС. Поликлиника номер два преобразилась не только снаружи, внутри появилась полностью обновленная зона приема пациентов. Это и открытая регистратура, и организация безбарьерной среды, и стойка администратора, и расширенный гардероб. И это только те изменения, которые сразу бросаются в глаза. Важная составляющая проекта – разделение потока пациентов. Рядом с регистратурой у нас находится кабинет оказания неотложной помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Это и гипертонические фризы, и, допустим, любые боли в пояснице, боли в животе. И, в общем-то, любые соматические проявления неинфекционной природы. А больные, пациенты, обратившиеся с признаками невирусных инфекций, и любой инфекции, имеющей температуру, катаральные признаки, они будут приниматься через другой вход, где будет создан блок, инфекционный блок для пациентов именно с этой патологией. Ремонт прошел в конференц-зале на четвертом этаже. Его преобразовали в интерактивный класс. Пациенты смогут собраться на лекции, которые тут же можно будет записать с помощью специальной аппаратуры. Также планируют устраивать отсюда и телеконсультации, как групповые, так и индивидуальные. И все это лишь верхушка айсберга. В клинической больнице реализуют одновременно несколько ПЦР-проектов, которые направлены на более качественное и доступное получение медицинской помощи во всех поликлиниках. Проект, как сказать, самый, конечно, актуальный, самый важный для нас. Это будет проект непосредственно приема врача. Сейчас у нас по этому поводу есть инструменты, информационные системы, которые мы будем внедрять, надеюсь, в будущем году. Это самое главное, это освободить врача от непрофильной работы. Весь его, все его внимание должно быть посвящено пациенту. Все бумажная работа, все, что не связано непосредственно с лечением пациента, нужно у врача забирать. Часть ПЦР-проектов уже реализована и отмечена на высоком уровне. Например, проект «Направление на плановую госпитализацию», запущенный в первой поликлинике, стал финалистом всероссийского конкурса «Внедрение лучших практик бережливого производства в медицинских организациях». В сентябре в Сарове проходила выездная вакцинация от гриппа и ковида. Мобильные бригады прививали горожан в двух точках города – в Старом и в Новом районе. Как организовали выездную вакцинацию и насколько безопасно делать прививку не в поликлинике, расскажем далее. КВ-50 уже на протяжении трех лет организует выездную вакцинацию против гриппа. В первую очередь для удобства пациентов. Чтобы сделать прививку в мобильных пунктах, записываться не нужно. В сентябре состоялось четыре выезда мобильных пунктов вакцинации. Ну, удобно просто, и все, близко. Близко, да. А в поликлинику там и дежур, и очереди, и ковидом можно подхватить. Изменем близко стоять. Ну, я так думала, что поменьше народа здесь, чем в поликлинике. В поликлинике все прививочные кабинеты на третьем этаже. И нужно пройти весь, получается, всю поликлинику, подхватить все, что только там есть, я имею в виду заразу, и попасть в прививочный кабинет. Ну, тут мы считаем на свежем воздухе лучше. Выездную вакцинацию организовали в Старом и Новом районе. Перед магазином «Пятерочка», бывший универмаг «Юбилейный», на проспекте Ленина, а также рядом с торговым центром «Плаза» на улице Московской. Многие горожане обеспокоены санитарными условиями в салоне автобуса, где делают прививку. Но врач пояснила, что перед вакцинацией все помещения, поверхности и предметы проходят тщательную дезинфекцию. Хочу обратить внимание, что перед отправкой на вакцинацию машина проходит обработку. То есть это безопасно. Медсестра использует одноразовые перчатки, она использует одноразовые шприцы, регулярно обрабатывает руки. Поэтому бояться, что ты прививаешься не в прививочном кабинете, а в салоне автомобиля, не стоит. На выездной вакцинации присутствует врач или фельдшер, а также медсестра. Перед тем, как поставить пациенту прививку, ему измеряют температуру. Человека осматривают, спрашивают про жалобы. В связи с распространением коронавирусной инфекции, в мобильных пунктах горожан вакцинируют также и от ковида. Министерством здравоохранения разрешено использование одновременно вакцин от гриппа и от ковида. Мы активно, сейчас у нас активно, значит, горожане прививаются обеими вакцинами в один день. Единственное условие – это необходимо ввести вакцину в разные участки тела. Как правило, мы делаем это в плечо, в правое и в левое плечо. Сейчас в КБ-50 вакцина от гриппа закончилась. С ове гриппа привезли меньше, чем было указано в заявке клинической больницы. Поэтому временно приостановлена и выездная вакцинация населения. Очередную партию вакцины ожидают в октябре. Чтобы иммунитет успел сформироваться, необходимо сделать прививку против гриппа в период с сентября по ноябрь. Осенняя капель в квартире. Вот уже несколько лет у жителей квартиры по Курчатова, 38, протекает потолок на балконе. Обращения в управляющую компанию не возымели успеха. После первых ремонтных работ в дождливую погоду вода снова и снова лилась на полбалкона. Отчаявшаяся саровчанка обратилась в нашу рубрику «Городской дозор». В ситуации разбиралась съемочная группа. Почти 10 лет в квартире протекает балкон. Управляющая компания устранить течь не может. С такой проблемой в нашу рубрику «Городской дозор» обратилась Галина Бабуркина. В особо дождливую погоду с ее балкона выносят по несколько ведер воды. Основная причина течи – незалатанная дыра у трубы, считает Галина Ивановна. Ее несколько раз осматривали, потом запенили и работы прекратились. Однако монтажная пена от потоков воды потолок нисколько не защищает. Дело в том, что мама моя, которая здесь живет, ей 92 года. Она постоянно выносит большие ведра с водой. Она сама-то еле-еле ходит, но ей приходится выносить вот эти вот ведра. Иначе все протекает вниз. Снизу даже жаловались. У нас потолок, пол прогнил. Там даже вот дыра от этой воды. С этой проблемой мы обратились в МУП-центр ЖКХ. Там сообщили, этим вопросом занимаются уже второй год. Причина протечки на потолке балкона – неисправность системы водоотведения. Специалисты уже проделали работу по прочистке канализационной системы за чеканки швов. Однако работы результата не дали. Затем поменяли водоприемную воронку на верхнем этаже. На этом работы застопорились, поскольку проводить их нужно на лоджии соседей Галины Ивановны с верхнего этажа. А они больше восьми месяцев сотрудникам ЖКХ не открывают дверь. Цена локализована практически в ноль. Есть небольшое подтекание в сильные дожди. Но чтобы его устранить, нам необходимо попасть в вышерасположенную квартиру, вскрыть плеточное покрытие, оценить и провести ремонтные работы. Но на сегодняшний день договоренность с жителем есть. И я так полагаю, в течение следующей недели при благоприятных погодных условиях мы эту проблему закроем. Подобные работы можно делать гораздо быстрее, если соседи будут сами друг с другом договариваться, научатся идти на уступки. Плавцы спортивной школы «Икар» приняли участие в Кубке сильнейших. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде. Лидия Булыгина заняла первое место на дистанции 50 метров браса. А Павел Бородин выполнил первый взрослый разряд на дистанции 100 метров на спине. Воспитанник спортивной школы «Икар» Павел Бородин на Кубке сильнейших показал хороший результат на дистанции 200 метров на спине и занял третье место в своей возрастной группе. Также пловец единственный из всех участников выполнил первый взрослый разряд. Много упорной работы и внимания к мельчайшим деталям. В зале тренировались растяжку, мышцы и много плавали в бассейне. Первый день, когда я как раз выполнил первый взрослый, я очень волновался насчет этого провода. А у второй как-то все давалось полегче. Еще одна чемпионка по плаванию Лидия Булыгина попала в число лидеров на двух дистанциях. Золото Лидия получила на 50 метрах брасом, а бронзовым призером стала на дистанции 100 метров брасом. И даже такие хорошие результаты не удовлетворили юную пловчиху. Лидия стремится всегда покорять спортивный олимп и вырываться на первой ступени пьедестала. Готовились очень трудно было, потому что там еще всякие упражнения очень трудные по два часа в день. Соперники, как по-моему, они чуть сильнее подготовились, чуть раньше начали плавать и, в принципе, выступили хорошо. Очень весело было с ним соревноваться. Совсем недавно сборная команды Сарова вернулась с Кубка Нижегородской области по плаванию «Кубок сильнейших». Команду составили сильнейшие пловцы города, призеры и чемпионы первенства области. Многие ребята показали на соревнованиях свои лучшие результаты. По словам тренера Виктории Шалыгиной, все это получилось благодаря упорным летним тренировкам и учебным сборам. В октябре Лидия Булыгина и Павел Бородин поедут на следующий этап Кубка сильнейших в Нижний Новгород. Там пловцам предстоит пройти отбор в сборной области на всероссийские соревнования. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей.